Ну что, ребят, всем привет. Мы два эфира ведём и в Телеграме, и в Инстаграме. Я обещала на этой неделе, что я проведу эфир. Эфир мы сделаем по продажам. Вроде бы всё в порядке, да, и продукт знаю, и самооценкой всё хорошо, а продавать не получается. Потому что у людей есть внутренние страхи и ограничивающие убеждения. Иногда мы сами не знаем об этом. Вы можете и технику продаж найти, и квалифицировать своего клиента. Это всё вы можете делать. Но если у вас в голове есть какая-то установка ограничивающего убеждения, то продажа тоже не случается. В возрасте до 7 лет у нас в голове как раз-то зарождаются эти ограничивающие убеждения, установки. И вообще есть 16 основных. Можете написать в небыличку, я скину эти ограничивающие убеждения, по крайней мере, чтобы вы проверили, есть они у вас или нет. И их нужно трансформировать, с ними нужно работать. Люди боятся, что они не дадут результата, или что они недостаточно качественно выполнят свою работу, что у клиента не будет результата. Хотя это просто ограничивающее убеждение. Даже если эксперт что-то не знает, он найдёт где узнать, чтобы работа была выполнена на высшем уровне. Обязательно нужно посмотреть в свои кейсы, сколько было положительных отзывов, сколько было положительных результатов у клиентов. Ещё очень хорошо помогает, это есть такой лайфхак вам, подскажу, когда мы заводим специальный телеграм-канал или гугл-диск, неважно где, я всех приветствую. Надюш, привет! Заводим гугл-диск и записываем туда, собираем все отзывы, и видеоотзывы, и печатные отзывы от своих клиентов. И если случается так, что включается у вас самозванец, то вы можете пересмотреть эти отзывы и, соответственно, понимать, что вы на самом деле высококлассный эксперт. Как вообще отследить эти ограничивающие убеждения? Что нужно сделать? Осознать эту установку. Я вам сброшу, и вы сможете посмотреть, какое вам откликается, значит, оно у вас есть. Какое вас триггерит, значит, это убеждение у вас есть. Потом вспоминать ситуацию, откуда оно у вас взялось. Я вот точно помню, да, когда мне, даже помню того человека, который мне внушил в голову, что я не достаточно высококачественный специалист в своей области, да. И я в это верила, несколько лет я в это верила, ребят. Потом я это отследила и поняла, почему это ведь ее мнение, этого человека, да. У меня хорошие кейсы, у меня хорошие результаты у моих клиентов, поэтому, значит, я даю результат, значит, я высококачественный специалист. Вот это тоже надо отслеживать, и это тоже мешает нам продвигаться в бизнесе и мешает продавать. Вы можете пересмотреть ваш опыт, и у вас там нету подтверждения слов, которые вам говорят люди, которые навешивают вам вот эти ограничивающие убеждения, что вы чего-то не можете. Соответственно, это просто их искаженная реальность, они просто вас так видят, и это не факт, что это правда. Вот, кажется, мысли в нашей голове, но они очень сильно нас тормозят и очень сильно не дают нам развиваться. Эту установку надо трансформировать обязательно, либо вы к психологу обратитесь, либо к коучу, ну, самостоятельно тоже можно, если вы ее просто перевернете на другую, что мои клиенты всегда получают результат. Я, наверное, вам уже рассказывала, когда я работала в отделе продаж, то нам даже говорили, что если ты в плохом настроении, у тебя нет энергии, мы не выходим на работу на обзвон клиентов, потому что если у нас нет энергии, мы обязательно сольем продажу. Бывает такое, что у вас какая-то ссора с семьей случилась, да, то это однозначно приведет к тому, что сделка сольется, лучше эту сделку перенести. Для того, чтобы была энергия, обязательно нужно побольше отдыхать. И всегда, когда вы планируете там свой график на неделю, на месяц, то вы включаете сначала отдых, а потом вы включаете свое расписание клиентов. Если вы то сами делаете, да, у вас нет помощника, то это очень сильно тоже снижает конверсию в продажу, потому что у вас усталость, человек не может сделать все, ему обязательно помощник. Если вы уже вышли на стабильный какой-то доход, то, соответственно, нужно взять себе помощника. Энергия нужна вашим клиентам, а не обычным, рутинным текущим делам, которые вы делаете. Допустим, какие-то презентации, таблицы. Следующий момент, который очень сильно влияет на повышение конверсии в продажу, это мы хорошо поработали, мы хорошо заработали и себя никаким образом не поблагодарили, ничего себе не купили, вкусно себя не покормили. Вот это тоже очень сильно влияет. Обязательно себя нужно поблагодарить, обязательно-обязательно. Балуйте себя. Как воспринимает тогда наш мозг ситуацию? То, что зачем мне много работать, зачем мне тратить свою энергию, если я все равно, если организм все равно ничего не получает. Ну, подумаешь, клиент там не купил. Ну, может быть, там не мой человек, да, или у вас настроение там было плохое, да, энергии не было. И вы должны подумать не то, что, ну ладно, следующий клиент придет. Вам нужно подумать в тот момент, что, а что же клиент потеряет? Возможно, ваш продукт очень сильно ему нужен, и благодаря вашему продукту у потенциального клиента изменится в жизни очень многие вещи. У него вырастет объем продаж, он заработает деньги, он, возможно, переедет, он, возможно, будет развиваться. А если он не купит у вас ваш продукт, что тогда будет? Ничего хорошего не будет. И, кстати, вы, когда это будете понимать, у себя в голове вы будете понимать, что, что теряю я, а что теряет клиент, то в разговоре с клиентом вы можете ему это объяснить. То есть, почему он должен вас купить? Потому что, если он не купит, он что-то потеряет в зависимости от вашего продукта. Есть такой момент, когда продавец с позиции снизу. «Пожалуйста, можно вас побеспокоить, извините за беспокойство». Вот так мы говорим, да, это позиция снизу. И клиент уже считывает, ага, считывает, что эксперт недостаточно уверен в себе. И, соответственно, он тогда не покупает. Почему еще клиент не покупает? Потому что ему очень важна экспертность. Если вы в позиции снизу, вы каким-то образом показываете, что вы просите, просите его время, чтобы он обратил на вас внимание. Так вот, если клиент считывает, что вы с позиции снизу, то и так будет относиться к вашей экспертности. То есть, он понимает подсознательно, что вы недостаточный эксперт. Поэтому всегда надо быть уверенным, всегда надо твердо говорить, звонко говорить, не тараторить. И когда дело подходит к покупке, когда вы называете цену, тоже надо спокойно, звонко назвать эту цену. Главное в продажах, чтобы клиент покупал, это должно быть доверие. То есть, когда вы начинаете работать со своим клиентом, нужно его расположить. Как только он начинает вам доверять, он к вам располагается, то, соответственно, он больше расположен к тому, чтобы у вас купить. То есть, важный момент, это, конечно, настроение. Если мы выходим в продажи без настроения, я уже говорила, с кем-то вы поссорились, с детьми, с мужем. Вы поссорились, и, соответственно, с плохим настроением никогда не нужно продавать, потому что в продажах самая ключевая энергия, самая ключевая. Клиент считывает, насколько у вас есть энергия, насколько у вас нет энергии. Ну, бывает такое, что нет энергии. Что делать? Нет энергии. И в таких случаях у нас есть источники получения энергии. Пойти на спорт, или это прогулки, или это сделать медитацию, или это йогу сделать. Пройтись по магазинам. Методы, да, эти способы, они очень хорошо наполняют энергию. Соответственно, настроение повышается, гормоны радости начинают вырабатываться, и вы наполняетесь. И вот когда вы наполнены, продажи совершаются. Клиенты, они просто считывают, что мы теряем, да, когда мы не покупаем, мы теряем клиента, соответственно, мы теряем наш доход. А что теряет наш клиент? Он теряет тоже свой доход, свой рост. Возможно, эти деньги бы он направил на развитие бизнеса, возможно, бы эти деньги он направил на своё развитие, на какие-то путешествия. То есть что теряет клиент, когда он у нас не покупает? Очень важно правильно разговаривать с клиентом. Никогда, никогда, никогда нельзя с позиции просящего. Допустим, такие фразы, как «разрешите», «можно», «а можно я спрошу», «извините за беспокойство». Вот это вот вообще никогда нельзя использовать в продажах, потому что клиент видит вас в позиции снизу. То есть вы тут, вы тут, то есть он тут, а вы тут, да. И всё, и вы его как просите. Интонация. Если мы тихо говорим, тихо, это тоже играет не в плюс. Почему? Потому что тоже таким образом клиент считывает, что мы, возможно, не уверены. Нужно тренировать свои продажи, становитесь там перед зеркалом или записывайте на диктофон и прослушивайте потом, что вы говорите. Потому что если вы говорите тихо, монотонно, используете сложные слова, которые клиент не понимает, то он вас тоже не купит. Нужно говорить спокойно, нужно говорить достаточно громко, нужно говорить достаточно уверенно, особенно когда мы называем цифры. Особенно когда мы называем цену, уверенно. Не так, что клиент спрашивает, сколько это стоит, и мы 50, так допустим, 50. Нет, так нельзя сказать. Мы цену, кстати, сразу не называем. Мы должны рассказать о ценности нашего продукта, потому что если сразу мы называем цену, то ок-ок, не ок-не ок, да. А если мы называем, сначала говорим о ценности, надо объяснить, почему он стоит 1000 долларов. То есть сначала мы объясняем, а потом мы называем цену. Человеку вообще в поле нашем, когда он к нам приходит, ему должно быть очень комфортно. Если ему комфортно, тогда он покупает. Ему нужно немножко с нами пообщаться, повзаимодействовать. Он должен понимать, что мы вин-вин. Мы два партнера, никто ни выше, ни ниже. Клиенту проще сделать решение о покупке. Еще есть такой момент, когда клиент, он может, прямо вот сейчас хочу, вы вроде бы ударили по рукам, разошлись с ним, но проходит время, и он передумал. Вообще, что здесь рекомендовано сделать, чтобы продажа совершилась, это чтобы он сделал предоплату, хотя бы частичную. Если у вас большая сделка на большую сумму, серьезную, продукт на высокий чек, то обязательно нужно, чтобы он закрепил свое намерение, внес предоплату. Когда мы выходим в продажу, всегда у нас должно быть хорошее настроение. Мы понимаем ценность нашего продукта, мы понимаем, что мы высококачественный, высококлассный специалист, эксперт. Мы улыбаемся, мы называем клиента по имени и, соответственно, проявляем заботу. Забот, кстати, по поводу заботы, это самое важное. Когда вы выходите в продажу, у вас не должно быть так, что мне обязательно нужно продать, мне обязательно нужно продать, мне обязательно нужно продать. Может быть такой момент, что клиенту ваш продукт не нужен и он ему не подходит. Нужно клиента квалифицировать. На днях были две диагностические сессии, где я, увидев клиента, понимала, что это не мой клиент, я ему не могу помочь. И, соответственно, либо я его переориентировала на другого эксперта, либо, если я могла дать совет, я дала совет. Когда к нам приходит человек, это наш целевой клиент. Если мы понимаем, что наш продукт ему нужен, то самое лучшее, что мы можем сделать, это ему, конечно, наш продукт продать. Потому что наш продукт принесет ему пользу. Если мы это понимаем. Если мы понимаем, что наш продукт ему пользу не принесет, то тогда не нужно продавать. И когда мы выходим в продажу, самое важное, что у нас должно быть в голове, это забота о клиенте. Если клиент чувствует, что мы заботимся о нем, что мы хотим ему помочь, что наш продукт реально может ему помочь, вот тогда клиент у нас покупает, ребят. Чтобы человек понял, что вы к нему заботливо относитесь, его нужно выслушать. Бывает такое, что когда мы общаемся с клиентом, мы говорим больше, чем клиент. Это нельзя так делать, это вообще неправильно, потому что клиент пришел, просьба, как ему нужно высказаться, а мы начинаем ему уже накидывать варианты, и у него голова вот такая, и он вообще не знает, что делать. Это даже в этом момент не случится. Когда вы приходите на встречу с клиентом, то однозначно вы задаете вопросы и очень-очень внимательно его слушаете. Не перебивайте, вы просто слушаете. Пусть вам даже очень сильно хочется что-то ему сказать, подсказку сделать, но нужно молчать и нужно слушать клиента. Слушать нужно активно. Во-первых, вы можете сделать какие-то пометки для себя, чтобы вернуть ему потом его слова, задавать какие-то уточняющие вопросы. Выказать присоединение к нему, сопереживать можете ему. И клиент это видит как заботу. Соответственно, он понимает, ага, мне здесь хорошо, мне здесь комфортно, я под защитой, в хорошем поле. И, соответственно, у него доверительные отношения к вам. И, соответственно, у него больше вероятности, что он у вас купит. Когда мы начинаем давать очень-очень много советов сразу. Это мешает продажам. Сделка не совершается, скажем так. Когда мы начинаем счет с клиента, нам надо до конца выявить его потребности. Ребята, если воспользуетесь советами, у вас однозначно будут очень хорошие продажи, у вас будут очень хорошие сделки. Вы будете зарабатывать хорошие деньги. Так что присоединяйтесь в Телеграм-канал. Там у меня много всего интересного. Да, кстати, забыла сказать. У меня с понедельника стартует фокус-группа. Все условия, как попасть в фокус-группу и проработать. Мы три дня будем прорабатывать продажи, скрипты, отработки заражений. Это понедельник, вторник и среда. Будем активно-активно трудиться. Поэтому вся информация будет в чат-боте. Да, группа платная. Стоимость чисто символическая. 790 российских рублей, либо 30 белорусских рублей. Тогда ценность у участников намного выше, чем когда это дается бесплатно. Всем хорошего дня, хорошего воскресенья. Всех обнимаю, кто был и в Инстаграме, и в Телеграме. Эфир сохраню в Телеграме.